Спросите имама Тогда пророк Мухаммад сказал, что ты сомневаешься в том, что не спасла Всевышний Аллах, то есть тебе недостаточно Кур'ана. То есть опять же, если посмотри на сегодняшний день мусульманин, он не изучил и Кур'ан. То есть аяты многие не знают, читать не умеет по-арабски. Или, например, не читает тафсир. То есть пускай вначале он изучит Кур'ан, потом уже, пожалуйста, пускай изучает другие священные писания, другие книги. И для ученых, которые уже знают Кур'ан, читают Тору, читают Библию, Евангелие, для каких-то вопросов с научной точки зрения дозволено. Потому что они ученые. И долиль на это является то, что пророк Мухаммад, когда иудеи, они отказались от араджма, то есть женщина-прелюбодейка. То есть они говорят, что ее не нужно закидывать камнями. Посланник Аллаха ссылался на Тору и показал им, что после этого они приняли. Поэтому, так скажем, в двух словах, для обычного мусульмана, который сам еще свою религию нормально, так скажем, не знает хорошо, то ему не нужно. Достаточно Кур'ана, пускай изучает Кур'ан, Сунна. Для ученого с научной точки зрения дозволено. Продолжение следует...